Привет, YouTube! Тема видео – пляжи Хорватии. Мы сейчас находимся в Средней Долмате, все пляжи-то показать не сможем. Покажем наш, где мы находимся, и немножко расскажем, какие пляжные зоны прибрежные вдоль всего побережья Хорватии. Ну, однозначно могу сказать, что Хорватия настолько разнообразна пляжами, просто потому, что здесь невероятное количество, ну, понятно, береговая линия, но здесь еще очень огромное количество островков и материков. И все вокруг островков тоже – это пляжные зоны, бусточки, разные уединенные места. Стравок Хорватии – 600, из них 47 – это курортно обустроено, все все равно и безлюдно, и поэтому Робинзонады вы можете устроить, кто любит уединенные места, только так. Будет великолепно. Ну, вот, давайте посмотрим. Это возле отеля, насыщенная такая территория, не знаю ли видно, видно немножко. Вот, получается где-то, ну, не знаю, километр приблизительно, может, даже чуть меньше тянется наша набережная. В Средней Далмации из-за Динарских Альп невероятно хороший климат, неветрено и напротив плотную острова расположены, поэтому здесь практически нет волн, вот, очень мне это нравится. Море всегда тихое, спокойное и настолько глубокое, что кажется, что нет дна, такой оптический обман. Вот ты едешь, оно кристально чисто, бирюзовое, это вот в Средней Далмации, и нет дна, видно на 40 метров рыбы, ежи, то есть, ну, невероятно. Здесь можно дайвингом, конечно, позаниматься, вот, снореклингом, ну, в общем, вот такой небольшой пляж. Сейчас пройдемся еще чуть-чуть туда. Пляжи изрезанные, но здесь уже есть и бухточки, здесь не только скалы, как в Северной, как в Истрии, прошу прощения, потому что там больше скалистая территория, вот сидят мои гаврики, ждут на пляж пойти. Сейчас мы подойдем ближе, идем, пройдемся, идем туда. Пошли, пошли, пошли. Вот, значит, получается, в Северной Далмации, Средней, в Северной невероятно красивые пляжи, потому что находятся тоже два острова Киркицрес, а вот это район Апатии, Церквеницы, там невероятно красивые бухты. Вы хотите сюда спуститься? Я боюсь здесь, видите, немножко такой планктон. И заход уже может быть пологий, но единственное, что узкая полоса пляжная. А вот в Истрии там полностью... Ванечка, идем сюда. В Истрии там полностью, конечно, скалистые берега, и из-за того, что начал, когда в свое время развиваться так плотно туризм, то искусственно уже добавляли пляжи, потому что, ну, в море сразу заход со скалы. И там сейчас платформы в Истрии огромное количество, их уже не различишь, где береговая линия, где искусственно создана, но ты отдыхаешь как возле бассейна. Кристально чистые воды Адриатики, все в соснах. Люди вдыхают йод и эфир хвои. Едут не только покупаться в море, чтобы оздоровиться. Ну, и там платформы быстрые. В Северной Далмации, в Средней, я говорю, что там уже разнообразие природное, и бухточек, и пещер. Ну, каждый пляж открывает что-то новое, невообразимо. Очень много уединенных мест, множество. Вот заснимите туда, посмотрите. Вот мы так идем, вот видите, какие скалистые. Это все вот водичка вытесала. Везде, естественно, галочные пляжи. В которой мы побывали на одном пляже, вот, эфири нам советовали. Но могу сказать, что эти все пляжи тоже песок. Там песенгалька с песком мелкая. Что еще могу сказать? В Средней Далмации, естественно, славится пляж Пунта-Кана и Златний Рад. Пунта-Кана, ничего-ничего, Ванюшка. Это Брелла, невероятная Брелла. Голубой флаг ЮНЕСКО. Защита пляжей, лучшие пляжи Европы. А вот чистота, протяженность километровая, красота. В соснах и очень красивая. И Златний Рад, это на Брачи. Вот мыс такой на 600 метров море. Кострый, город Бол. Ну, Дубровник, естественно, там вообще уже сколько хочешь, какие хочешь, на любой вкус. Пляжей очень много. Ой, по пляжам можно еще долго говорить. Песчаные есть и в Церквенице, есть и Златан, Затон, в Задаре, прошу прощения, Глата, на Затон. Там для инвалидов и людей с ограниченными возможностями хороший, очень оборудованный пляж. Великие Сторожные, это молодежный пляж. Ну, в общем, невероятное количество пляжей. Приезжайте, отдыхайте, купаться, вы найдете на любой вкус. Вам здесь очень понравится. Всего хорошего, пока. Продолжение следует...